Гомельский фестиваль – один из самых ярких в Беларуси, когда 100 представников индустрии прихожей из всей страны продемонстрировали свои конкурсные работы. Модные, креативные, подымные и, видимо, весельные прически у всего 20 номинаций. Новиной этого года стали тату-стрижки. Такие эксперименты удивили даже строгие журы. В номинации «Хайр Тату» представлены достаточно очень сильные мастера. Конкурс радует нас, что на территории Гомеля до такой степени очень сильный конкурс в этой номинации. Видовищным стало и перетворение девчат у «Невест». Майстры у всего за полгода выполнили творческие работы. Але, как признаются удельники, рихтоваться начинали за несколько месяцев до конкурса. А клиентки, звичайно, просят обзусимы в инших укладках. Просят сделать что-то, чтобы это выглядело, словно она встала утром и пошла. А что-то более естественное – поправить рукой и сильно не париться по поводу того, что прическа может развалиться или еще что-нибудь испортиться. Когда в кандидатурах на роль у «Невеста» ни до «Хопа» не было, то женихов с придатной шевалюры треба было еще пошукать. Микита Усольцу сокрыты прически Элвиса Пресли, раскрывая на специальном манекене. Живого человека попробуйте найти, который захочет на черный цвет покраситься. И, естественно, волосы сейчас не у всех хорошие, не у всех жесткие. А надо довольно жесткие волосы. Кажучи про особливости селетнего фестиваля, организаторы отзнашают взрослый дельников. Модная индустрия молодее, большая частка маестров – юниоры. Але это не отбивается на узровне конкурсу. Больше затое, наступная золотая пролезка набудет статус международного фестиваля. Катерина Сапельникова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».